Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков, поставьте лайк. Биткоин сейчас идет вниз, и давайте сразу же откроем графики. Посмотрите, что сейчас происходит. Биткоин пробил трендовую линию и уверенно направляется вниз. Мы смотрим на четырехчасовой, но давайте перейдем на дневной график. И вы видите, что биткоин находится на уровне очень большой поддержки. Давайте посмотрим, что происходило в 2021 году. Здесь был уровень поддержки. Вот здесь тоже очень мощный уровень. Здесь и здесь. И это говорит о том, что мы находимся на очень хорошей поддержке сейчас. И эта поддержка, на мой взгляд, идет до зоны примерно 37 тысяч долларов. И мы сейчас к этой зоне уверенно приближаемся. Мы долго ходили внутри этого канала, поднимались от нижней границы к верхней, но в конце концов пробили нижнюю границу, и идем вниз. Если мы оттолкнемся, мы можем пойти вверх, но если мы ее пробьем, то там уже цель примерно 31 тысяча долларов. В данный момент не очень хорошая картина по биткоину. На недельном графике индикатор направлен вниз, стахастик направлен вниз, RSI направлен вниз, ну и MACD тоже. Мне все это не очень нравится. Похоже, биткоин приобретает медвежье настроение. Но я все-таки надеюсь, что биткоин сможет оттолкнуться вот от этого уровня поддержки 37 тысяч долларов. Давайте посмотрим чуть точнее. Поправим эту трендовую линию. Поставим так, чтобы мы касались теней. И я думаю, что отскок может произойти вот здесь на цене 37 тысяч двести. И туда я бы поставил ордер на покупку биткоина. Я продал вчера свой биткоин. Если вы следите за моими сделками в моем вип-канале, цель здесь на самом деле может быть и 37 тысяч 600. Стохастик направлен вниз. Я думаю, что это может быть очень стремительный дамп. RSI тоже направлен вниз. Так что, наверное, на ту зону я бы поставил все-таки ордер на покупку. На четырехчасовом видно тоже, что мы пробили вниз уровень поддержки. Да, вполне возможно, что в зоне 37 тысяч мы будем отталкиваться вверх. Давайте поднастроим еще и эту трендовую линию. Отскок может произойти вот здесь на цене 37 тысяч семьсот. Я думаю, что на этом уровне довольно сильная поддержка. Так что вполне может быть, что мы очень быстро оттолкнемся от этой цены. Но если нет, то вполне можем пойти ниже на 37 200, то, о чем я говорил чуть раньше. Вот и вопрос, куда ставить ордер на покупку на 37 700 или на 37 200. Ну, посмотрим, я еще буду принимать решения. Если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезные ссылки. Если вы зарегистрируетесь на бирже Bybit, вы можете получить бонус 4 600 долларов. Когда зарегистрируетесь и начнете торговать, на Femex вы можете получить бонус 4 100 долларов. Но помните о том, что вам на бирже нужно завести биткоин для того, чтобы получить этот бонус. Ну давайте вернемся к биткоину, подумаем, куда же ставить все-таки ордер. Давайте перейдем на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня 199 400 долларов. Я закрыл свою сделку по биткоину, если вы следите за мной в VIP канале, но сейчас я хочу открыть еще одну. Поставить ордер на уровень... У меня уже на самом деле стоит один ордер на покупку на цене 31 000 долларов, но сейчас хочу создать еще один ордер на 37 700. Покупать буду 1 биткоин. Это будет такая как бы короткая сделка перед пампом. Давайте я все-таки поставлю ордер на уровень 37 000. Именно от этого уровня я ожидаю все-таки наибольший отскок. И сюда я поставлю объем 2 биткоина. На уровень 37 000. 37 200. Итак, я буду покупать 2 биткоина на цене 37 200 долларов. Ордер установлен. Это ордер на покупку биткоина. Ну и сейчас я, пожалуй, поставлю ордер в лонг по биткоину. Здесь уже на уровень 37 700 в расчете на быстрый отскок. Нет, 37 600, может быть, долларов. И продажа на 38 200. Заходим в лонг. На 3000 долларов. Цена 37 600. Да, давайте еще раз проверим. Да, 37 600. Ордер на 3000 долларов. И цена 37 600. Открываем лонг. И ордер будет исполнен только если мы дойдем до моей цены. Подтверждаем. Ордер установлен. Я куплю биткоин на 3000 долларов по цене 37 600. С десятом плечом это почти один биткоин. А давайте купим прям один биткоин ровно. Добавлю еще к этой сделке. Нет, хорошо, давайте оставим как есть. Ордер на 3000 долларов по цене 37 600. И это сделка с десятым плечом. Давайте поставим стоп лосс и тейк профит. Стоп лосс поставим под уровнем поддержки. Это будет уровень 37 400. 37 400. И тейк профит 38 300 долларов. Итак, риск у меня 157 долларов. Заработать можно 551 доллар. Если конечно биткоин дойдет до моей цены, и ордер сработает. И если биткоин дойдет до уровня 37 200, то я закуплю 2 биткоина. Давайте посмотрим на часовом. Насколько велика вероятность того, что мы оттолкнемся от этих уровней. Здесь так-то не очень все хорошо выглядит для биткоина. Мы находимся под лентой скользящих средних и уверенно идем вниз. Очень быстро падаем. РСА тоже направлен вниз. И на четырехчасовом та же картина. РСА направлен вниз, стахастик направлен вниз. Но я ожидаю отскок на уровне 37 000. Но если этого не произойдет, то скорее всего мы пойдем на 31 000 долларов. Давайте поставим еще и на этот уровень тоже ордер. А, у меня уже здесь стоит на самом деле. Ну разве что добавить еще можно. Давайте поставим на 31 200. Объем 2 биткоина. На этом уровне если биткоин туда дойдет. Но похоже для этого ордера мне нужно завести сюда больше USDT. В общем, вот это мои сделки. Это то, что я думаю по текущему положению дел на рынке. Ну и теперь давайте посмотрим на Кейк. Он вчера тоже сильно просел. У меня было 150 000 долларов. Ну а сейчас 136 500 долларов. Но я все-таки собираюсь удерживать в Кейке позицию на миллион долларов. Мне очень нравится эта монета. Технический анализ там все-таки говорит о том, что она будет расти. Хотя очень многое зависит, конечно же, от того, как будет вести себя биткоин. Почему мне нравится Кейк? Потому что сейчас он находится на уровне поддержки. Если посмотреть на историю, то можно увидеть, что мы запускались с 9 долларов, затем поднимались на 44, затем снова опускались. Как раз тоже к уровню 8-9 долларов. Какая здесь наименьшая цена была? 9 долларов 40 центов. И затем минимум был 9.60. А следующий минимум 10 долларов. Ну а здесь сейчас основная поддержка на уровне 6 долларов 80 центов. Это зона очень большой поддержки, но я думаю, что мы еще можем к ней вернуться и сделать минимум ниже предыдущего. Но, конечно же, все это нужно смотреть и наблюдать за этим. Ну да, в этом смысле картина конечно же выглядит не очень. Давайте прорисуем линию здесь. Ну получается треугольник, но если биткоин продолжит проливаться, то и Кейк, вероятно, тоже может пойти ниже. И вот я думаю, где поставить ордер? На 8 долларов или на 7 долларов? Возможно, стоит поставить два ордера на 30 тысяч долларов на уровень 6.90 и второй здесь на 7.60. Давайте прямо сейчас это и сделаем. Создадим один ордер на 30 тысяч долларов. По текущей цене все-таки не буду заходить, потому что мне кажется, Кейк может пойти ниже. Вчера я, по-моему, закупал Кейк по цене 9.49. Ну давайте сейчас создадим новый ордер на 30 тысяч долларов и проверим еще раз цену. Давайте поставим на 8.25. Объем ордера 30 тысяч долларов. Ордер установлен. Я создаю позицию в Кейк на миллион долларов в общей сложности. На моем аккаунте на Binance примерно 500 тысяч долларов в USDT, так что этого должно хватить на текущие ордера. Один ордер уже создан на 30 тысяч. И давайте еще посмотрим, что мы можем сделать. Если мы все-таки пробьем этот уровень и пойдем ниже, то следующий уровень поддержки. Давайте посмотрим, куда ставить ордер. Еще один ордер на 30 тысяч долларов по цене 6 долларов 80 центов. Объем 30 тысяч долларов. Подтверждаем. Все, два ордера на покупку Кейк установлены. Готово. Спасибо, что смотрели. И, кстати говоря, можете поделиться своим мнением по тому, куда же все-таки пойдет биткоин. Мне кажется, ситуация по биткоину неоднозначная сейчас. И на самом деле мог бы зайти в шорт по биткоу. Но, наверное, все-таки не самое лучшее время. Давайте остановимся на том, что есть. Но нет. Давайте все-таки вернемся. И еще раз посмотрим. Может быть, все-таки стоит зайти в шорт сейчас. Да, может быть, все-таки стоит открыть шорт с целью на 37 тысяч. Давайте сейчас небольшой ордер создадим на текущем уровне. Откроем сделку на 1000 долларов. По текущей цене. Нет, что-то не то. Давайте еще раз по текущей цене подтвердить. Да, вот теперь открыто. И нужно поставить Take Profit. Давайте посмотрим, куда. На 37 тысяч. Да. Take Profit 37 тысяч. А, стоп-лосс. Давайте перейдем на часовой. Стоп-лосс поставим на 38 700. 38 700. Риск по этой сделке 98 долларов. Заработать можно 338 долларов. Ну что, это мои ордера на покупку. У меня стоят два ордера на покупку биткоина чуть ниже, если, конечно, он дойдет до моих цен. И там я рассчитываю на очень хороший отскок. Если мы пойдем на 37 тысяч, то можем хорошо оттолкнуться. И как раз в расчете на это движение вниз я открыл сейчас небольшой шорт по биткоину. Ну и также у меня есть ордера на покупку Кей. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал, где уже 73 тысячи подписчиков. Поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру. И увидимся завтра.